Ну, в отношении последней вашей фразы, я бы хотел сказать, что это не совсем так. Мы можем говорить, что, может быть, это недостаточно, как это кажется для людей, которые не соприкасались с этой темой. Русская церковь занимается этим. Во всех духовных школах эти вопросы рассматриваются. Специально есть предмет – история религии, в которых даётся определённая оценка. Религиоведение, например, даже вот в Московской Духовной Академии, в магистратуре этот предмет, ну, не только у нас. Это достаточно много выходит и литературы по этому вопросу. Так что Русская церковь действительно занимается этим вопросом. Просто не все это видят, не все это слышат, но это совершенно обыкновенная история. А почему переходят? Скажу вам, печальный и, кажется, парадоксальный факт. Живём в стране, где православие насчитывает тысячу лет, где наши предки были воспитаны в этой религии, где мы видим изумительные образцы всех-всех самых лучших сторон жизни человека, видим прекраснейших людей – и святых, и героев, и подвижников, и полководцев, и политиков, христиан. И вдруг сейчас, вдруг молодёжь, не зная ничего этого и не узнав, что такое православие, бросается куда-то. Ведь почему бросают? Не знают. То есть они видят православие, но это внешняя обрядность. Ну, тогда, конечно, если это обрядность, тогда... Если одна обрядность только в православии, тогда, ну, пожалуйста, идите в шаманство какое-нибудь, язычество. Не знают православие – вот беда какая! Что это за религия? Что она даёт человеку? А ведь православие действительно даёт человеку очень много в этой земной жизни. Я не говорю даже о том, что обещает, мол, нам журавля в небе, Царство Небесное. Да вы посмотрите, что оно даёт человеку здесь, в земной жизни. Представьте себе! Вот какая-нибудь трагедия в жизни, скорби, несчастье, болезни. Если ничего нет, ни Бога, ни души, то что охватывает человека? Безнадёжие и отчаяние. А что, случилось так? Или кто-то подставил ножку, кто-то наговорил, кто-то по зависти сделал всё случайности и случайности. Действительно, и нет никакого просвета подчас у человека. А представьте себе, верующий человек, он знает, что комар не укусит меня без воли Божией, что всё, что происходит со мной, с человеком, происходит не случайно. Это во-первых. Во-вторых, не по какой-то, знаете ли, холодной, бездушной справедливости какого-то высшего закона. Нет! Православный знает, что Бог есть любовь, и всё, что происходит с ним, происходит только по любви, то есть из самых, из целей, только необходимых для спасения человека. Только по любви происходит. Мы же сами платим подчас огромные деньги, чтобы нас хирург разрезал. Представьте себе, для инопланетянина показать такую картину, скажу, за сумасшедшие. Отдают последние средства, так, его раздевают, кладут туда и начинают резать. С ума сошли! Так вот, православие что даёт человеку? Если я уверен, что действительно есть Бог, и Бог есть любовь, а не просто справедливость, как это часто иногда говорят, что это любовь, и что всё, что со мной происходит, происходит из любви. Бог есть врач! И он делает всё необходимое для человека, только с целью его пользы. Причём не только этой, в земной жизни, но и для вечной жизни. То есть преследуется и то, и другое. И когда человек верит в это, представьте себе, какое его настроение. Одно дело тебя схватят и резать начнут, другое дело – хирург, которому я доверяю, который известный, который специалист, который хочет сохранить моё здоровье, мою жизнь. Разница есть или нет? Вот эта разница, и в данном случае то же самое имеет большое значение. Вы говорите, молодёжь переходит, не знают они совершенно православие. И если знают христианство, то какое? Вот западные, например, где произошло сильнейшее искажение всех основных, я бы сказал, основополагающих христианских истин. И вот отсюда бросают что? То, что им представили в карикатурном виде. Попросили показать красавицу, а им показали безобразный скелет. Они в ужасе отталкиваются. Нет уж, знаете, заберите себе. Мне это не нужно. Так вот, вот какова причина. Причина, почему молодёжь часто уходит из православия или даже не уходит, а просто, не зная где что, бросается вот на эти вещи, о которых вы сказали. Но есть замечательная русская пословица. Не всё то золото, что блестит. А молодёжь очень легко бросает. Ох, индуизм! Ой, мистика! Да, представляете? Ну, конечно, там полно мистики. Только они даже не знают, что мистикоз – тайна. И уж если говорить о таинственной жизни духовной, то православие, оно исполнено этого. Православие говорит о той красоте жизни, о которой мы нигде встретить просто даже не можем. Вот одна из главных причин, и точнее главная причина, почему часто уходят из православия или вообще принимают то, что не имеет никакой связи с православием. Но если вы говорите, чем привлекательны, чем привлекают, то я вам говорю, почему так легко это происходит. Но вы знаете, что одним из мощных импульсов человеческой деятельности является искажённое понимание убеждения, которое называется на русском языке фанатизмом. Фанатик – это самый бескомпромиссный. Чем он характеризуется? Отсутим рассуждения. Он уверился вот это, и всё, и вы ничем не сдвинете. Какая беда! Если православие говорит так, говорит, приди и виждь, и посмотри, вот что есть, что оно даёт человеку, то фанатическое убеждение – не сметь думать. Сказано вот так, и ни на одну йоту, ни направо, ни налево. Фанатизм и убеждение – совершенно разные вещи. Ещё раз повторяю, Христос есть свет и истина. Истина! Я есть истина, – сказал он. А истина что говорит? Приди и посмотри. Посмотри! Напротив искажения её именно такое – не сметь смотреть. Кстати, этим отличается понятие авторитета от понятия истины. У Алексея Степановича Хомякова, нашего замечательного мыслителя XIX века, есть такие слова, такие строки, я бы сказал, когда он говорит ужасные, кажется, слова, говорит «Христос – не авторитет! Евангелие – не авторитет! Бог, церковь – не авторитет!» И дальше не авторитет, говорю я, а истина! А истина всегда рада! Приди, посмотри, рассуди, осмысли, спроси, возрази, обсудим давай! Вот что истина! Видите, какая свобода! Фанатизм и нет этого! Всё! Вот стена, сплошная стена, вот узкий проход сюда и больше никуда! С вами не захотят разговаривать! Никаких рассуждений! Это самая страшная беда! И действительно, очень жалко, когда все молодые люди попадают в эту струю, но именно фанатизм, когда он охватывает всё существо человека, это очень большая сила, и поэтому они бывают очень активны, очень активны! Посмотрите, подчас активны кто? Те, которые проповедуют прямо насилие или ругательство, просто разных людей там критикуют нещадно. Даже в православии у нас это можно даже встретить, такие печальные печальные образцы. Первый признак лжи, где нет любви. И вот скажу вам великую формулу православия, великую и, может, величайшую формулу православия. Нет истины там, где нет любви. Квазимода красивый? Что вы? И если вы скажете, Квазимода какой безобразный, вы сказали ложь с православной точки зрения. Если вы ему скажете, что вы очень симпатичный человек, вы скажете истину. Ещё раз повторяю, нет истины там, где нет любви. В фанатизме нет любви. Там ненависть ко всему, что не соответствует моему прокрустову ложу. Помните миф о прокрусте? Каждого путника, встречая, он клал на своё каменное ложе. Если он был длиннее, он обрубал ему ноги. Если он был короче, он вытягивал прокрустову ложу. Вот что такое фанатизм. Поэтому приходится сейчас особенно обращать внимание. Бойтесь фанатиков, которые брызжат ядовитой слюной на всё, что не соответствует его убеждениям, его пониманию, в том числе и православия. И самое страшное, когда мы встречаем фанатизм в православии, вот это тогда беда.